Всем привет! Самый маленький двигатель в мире, самая точная модель вселенной и самая, что ни на есть, бесплатная школа краудфандинга. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Специалисты из Кембриджского университета смогли разработать наименьший из ныне существующих в мире полностью функциональный двигатель. Агрегат, как заявляют ученые, способен вести управление наноботами, которые способны перемещаться в человеческом организме. Прототип данного агрегата называется приводящим в действие нано-преобразователем и сконструирован из маленьких золотых шариков, которые покрываются специальным полимерным гелем. Силовой агрегат на микроскопическом уровне создает силу, которая в приложении на единицу веса больше мощности любого существующего двигателя или мускула. А в России ведущие специалисты, представляющие Пермский университет, заявили, что готовы продемонстрировать принципиально новые модели нашей Вселенной. В своем подробном научном докладе на соответствующую тему эксперты в деталях описали, как проходили процессы рождения Вселенной, ее последующего расширения, а также рассказали о том, как она вращается. Новую теорию уже признали представители мирового научного сообщества, заявившие, что она однозначно поможет дальнейшим ученым, занимающимся изучением открытого космического пространства. И напоследок в Татарстане. В Казани при поддержке Казанского федерального университета заработает первая всероссийская школа краудфандинга для жителей Приволжского федерального округа. Это бесплатная образовательная программа, созданная родоначальницей краудфандинга в России, платформой Планета.ру при поддержке Комитета гражданских инициатив и Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Получить образование в ней может каждый. Требуется только одно – подать заявку на обучение, рассказав о своем социальном проекте. Эксперты отберут 10 самых ярких, перспективных идей, научат их авторов, как находить финансирование на свои проекты и правильно презентовать их общественности. А на этом все. Продолжение следует...